Привет, с вами Ньерл, и это первый реплей из первого выпуска моего нового еженедельного спецвыпуска Некрасивая тавтология, словом выпуск, ну да ладно И это первый каст из моего нового спецвыпуска Fun of War Это еженедельный спецвыпуск, который действует на довольно простом принципе Я задаю вам, моим зрителям, определенные условия Вы играете в ранговые игры в Dawn of War 2 Retribution, соблюдая эти условия И присылаете мне самые интересные реплеи, получившиеся в результате этого И это первый каст из всего выпуска И он принадлежит не моим зрителям, а мне Играю я со своим союзником Сальво Если вы смотрите на эту панельку, вы бы это уже поняли, тут мой ник написан И я сделал это по нескольким причинам Первая причина, потому что некоторые люди у меня на канале просили показать им реплеи просто с моим участием Я не знаю зачем, я не такой уж хороший игрок Я играю довольно мало, в общем-то Все то время, которое я раньше играл, теперь уделяю кастам Но все-таки И, да, вторая причина, по которой я это сделал, я хотел просто показать людям, что примерно я ждал от них, когда я давал эти условия То есть, результаты оказались хорошими Я доволен, я отобрал реплеи для этого шоу, мне они очень понравились Мне приятно, что люди вообще послушались, меня приняли в участие Соблюдали мои глупые условия Вот это вот То, что лично я представлял, когда давал эти условия И, да, здесь я играю с своим союзником Сальво, он тоже пошел в такой же билд из трех скаутов Я напоминаю, условие было довольно простым Нужно было играть за космодесант И на поле боя было запрещено вводить космодесантников То есть, можно было делать только скаутов и технику Естественно, на первом тире только скаутов И, по-моему, лучшим героем для такого стиля игры является технодесантник Но на это ограничения не было Тем не менее, все игроки играли за технодесантника И сейчас, да, мой союзник своего соперника, который играет за хаос Сокрушил и пришел на помощь мне Но его в тыл атаковали еретики Ничего еще ждать от грязных хаоситов Немой технодесантник, наверное, обрадовавшись помощи Пошел в ближний бой с еретиками К сожалению, то, что он космодесантник, еще не значит, что он может всегда побеждать Это не флав за авторством Мэтта Уорда Здесь космодесантники не невыязвимы Тем более, он не ультрамарин Так что еретики его быстренько почикали Неудачная потеря в самом начале боя Но благодаря этому билду у меня есть огромное количество влияния И у нас как-то особенно не было возможности понастыть генераторов Хотя, конечно, здесь, я думаю, стоило поставить Но я этот лишний жирок срежу благодаря тому, что верну своего технодесантника на поле боя И... Хотя, вот для этого билду нужно очень много энергии И если бы не эти потери, я бы, думаю, поставил где-нибудь генераторы вот здесь, скажем Но сейчас уже у двух отрядов моих скаутов есть снайперские винтовки И снайперские винтовки на скаутах просто очень хороши И эти снайперские винтовки были главной причиной, по которой я это... 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 это условие вообще поставил Я хотел, чтобы люди сами их попробовали и посмотрели, насколько они офигенны А то, ну, многие люди... Да, это... Одна из дополнительных причин, по которой я вообще поставил эти условия Чтобы люди могли увидеть игру, ну, в большем разнообразии Потому что многие игроки играют по принципу Вон тот большой дядя про делает такой билд, я буду делать такой же билд и буду поломным В этом нет понимания игры Понимания принципа работы И когда кто-то, ну, скажем, его соперник находит каунтер для этого скопированного, бездумно скопированного билда То, ну, игрок проигрывает И он не знает, почему он проиграл, потому что он не понимает принципов работы игры А с этими условиями, конечно, некоторые из них будут откровенно глупыми и очень сложными Кстати, посмотрите, как быстро умирает Sentinel под огнем этих снайперок Некоторые из них будут довольно глупыми и... ну, глупее, чем эти Это довольно играбельные условия еще Да, некоторые из них будут намного сложнее Но они не только сделают мне и моим зрителям весело Но и помогут вам и моим зрителям получше узнать игру Узнать настоящую силу многих юнитов И научиться большему разнообразию в своей игре Потому что способность удивить своего соперника очень важна, кстати Этот Sentinel погиб за несколько секунд И еще один забавный факт, который могли... факт Который вы могли заметить, когда я расстреливал эту гвардату из снайперских винтовок То, что сержант в отряде гвардаты всегда умирает последним То есть, если вы атакуете сержанта, вместо него умирают гвардейцы Это очень важный факт То есть, однажды я потерял этот гвардейцев просто потому, что Этого сержанта флэш-хуками вытянул ликтор И он его начал бить И все остальные гвардейцы умерли Я думал, ну, сержант умрет, невелика потеря Восемьдесят пять Он спрашивает! Как будто если у меня... Как будто если у меня каст, я ему отвечу Да Нет, я ему не отвечу Но потом я на него поругаюсь, чтобы он не писал мне подобные вопросы Вообще, я его предупреждал, что я буду делать каст Да, я поставил мины, но это довольно бесполезно Потому что у моего соперника есть катачанцы Они видят невидимое Но главная ценность этой брони состоит в том, что она дает огромную регенерацию Посмотрите, какая-то эта бешеная регенерация Кстати, я практически не уделял внимания своему сопернику Хасид уже отбил эти точки Кстати, мой союзник... Я сказал моему сопернику... Я сказал моему... Я хотел сказать моему союзнику Кстати, он заказал Мастер Крафт от Болтер Мне нравится его знамя Он заказал Мастер Крафт от Болтер, который также дает способность Снайперский выстрел То есть у вас будет не просто три отряда скаута снайперов У вас будет еще и техмарин снайпер, если вы это сделаете Это замечательная способность, она подавляет И... да, отряд Городоты умер Посмотрим, что случится с этими тактикалами И... эти скауты со снайперками, они просто очень сильны Они сильны, ну, практически на имбалансном уровне Хотя, ну, они не имбалансны Я позже объясню почему В следующих реплеях И... да, уже все начали приходить на второй тир Мы значительно раньше наших соперников Посмотрите, у нас огромное количество влияния Такое бывает, когда... Вы играете от скаутов В принципе, это влияние можно было бы потратить на еще один отряд скаутов Четвертый... ну, четвертый отряд скаутов Это, по-моему, уже было бы слишком Мы просто перешли быстрее на второй тир Можно было бы везде ставить генераторы Но... Кстати, посмотрите, как быстро мой союзник Выносит этого плагмарина Он его подавил своим мастер-крафт-болтером И заставил отступить Но, конечно, против скаутов довольно эффективный гранатомет и еретиков Потому что у них также довольно высокая... Высокий урон по... по площади По легкой пехоте Мой технодесантник в очередной раз отправляется на помощь На этот раз... надеюсь, на этот раз его встреча с хаоситами будет не такой плохой И эти скауты... им явно стоит уходить Нет, они погибают Как неудачно для моего союзника Техмарин стоит и расстреливает хаоситов И... еретики стреляют по зданию И им... ух... Еще один отряд скаутов погибает Помню, как злился мой союзник, когда это случилось У моего техмарина остается мало жизней, но он сейчас отступит И выживет Да, у моего союзника остался всего один отряд скаутов Но он уже... да, он уже на втором тире И он уже делает резербэк Кстати... этот... этот комиссар в очередной раз убегает А то уже третий раз за эту игру, когда он убегает с мизерным количеством жизней Две жизни у него осталось Какой слабак! Ему должно быть стыдно перед императором за то, как часто он убегает с поля боя И мой союзник, несмотря на свои мощные потери, создает резербэк Блин, классный бадж Лучше делайте такие баджи, чем бесконечные тролльфейсы У меня в папке сохраненных баджей уже, наверное, 10 штук этих тролльфейсов бесконечных Обычно от людей, которых я побеждаю И я делаю дредноута Потому что, почему нет? Дредноут это как технический аналог тактикалов Он хорош против всех Он хорош против всех И даже противотанковое оружие его не так уж сильно бьет У меня, к счастью, выжили Все скауты... да, мистер Кёник Как настоящий хаосид Уже делает блаткрашеров Вот чего еще от него ждать Мистер Казука, потерявший раньше своих гвардейцев Делает химеру Довольно понятно И я заказал Техмарину плазменную винтовку Плазменная винтовка не очень полезна против имперской гвардии Но она мне просто очень нравится Потому что у нее огромный урон по тяжелой пехоте В тот момент я ее сделал или с расчетом на то, что я пойду помогать своему союзнику против хаосидов Или на то, что мой соперник, имперский гвардеец, выведет Огринов То есть только на это В принципе, против просто пехоты Он не так уж и полезен И химера уже едет на поле боя Я ее еще не видел Я не знаю, что меня ждет Но мой дредноут И да, в этот момент, когда я увидел химеру Я уже проапгрейдил своего дредноута На... со штурмовой пушкой Я пожалел о том, что я это сделал Мне уже захотелось заказать ему мультимирку Я сразу же начинаю делать шарамнисии Да, я теряю отряд скаутов Я как-то просто забываю им отступить Я не знаю, почему Но, честно говоря, это не очень важная потеря И отступаю этими скаутами Потому что я понимаю, что я ничего ими не смогу сделать И у меня доделали шарамнисии Я их... Эм... нет Химера едет, поэтому я их не кидаю Вот я их кидаю Химера остановилась И, смотрите Они наносят довольно большой урон По химере И останавливают ее И смотрите, что будет дальше Это просто чудесно Бум-бум-бум Дредноуты могут завалить блоккрашера в ближнем бою Даже если у них есть штурмовая пушка Это, ну... Просто такой факт Этот техмарин кидает шарамнисии К сожалению, он заденет здесь только моего дредноута И нанесет ему большой урон Небольшой урон, 100 жизней Все равно неприятно И мистер Казука, потерявший такое большое количество юнитов Он такого явно не ждал Я, кстати, сам не ждал Я не знал, что этот залп будет так эффективен Ну, он делает штурмовиков с мельтаганами Странный парень Ну, ладно Скоро он убедится в том, насколько они бесполезны против техники Скоро у них будет баф на невидимость То есть они всегда смогут То есть они с самого старта смогут обладать невидимостью Сейчас они это так делать не могут Так что, ну, возможно, они будут немножко полезными Сейчас они бесполезны Не выдавайте своим штурмовикам мельты Как можете видеть, да, они кинули мельта Бомбу в этот Резербэк нанесли ему немного урона Ха, они даже не уйдут с поля боя Все, они погибли И дредноут с мультимельтой валит в ближнем бою Этого Блоткрашера На дредноуте был использован Ну, не на дредноуте вообще Была использована глобальная способность на починку Кстати, ее использовал я Несмотря на то, что, в общем-то, атаковали технику моего союзника И дредноут с мультимельтами носит огромный урон То есть Я не очень уверен Он добивает этого Плодмарина Мой союзник опять садится в здание Прошлый опыт его ничему не научил Мой дредноут все еще жив Вы можете видеть этих огренов Кажется Да, кстати, эти Эти скауты Я их тут неудачно забыл Вот я про них вспоминаю Но они уже не убегут Ладно, этой стадии в игре Мне скауты не так уж и нужны То есть, конечно, скауты полезны для починки техники Но у меня все-таки техмарин Есть глобальная способность Я играю в команде с другом Да, тут Был Глобальный замес Который мой союзник выиграл Представьте, как себя чувствовал Этот мистер Кенек Потому что он Он ведь не видел такую тактику То есть, как часто вы видите Космодесантников, которые не делают космодесантников Честно Почти никогда И сам фактор неожиданности Да, по-моему, я это уже говорил Или не говорил в этой попытке Мне Да, это уже вторая попытка Когда я делал этот каст Первый раз у меня вылетел сервер Стима Вообще, очень странно с этим Стимом делается Потому что Стим периодически вылетает Он в Last Stand у меня часто вылетал Разок в сетевой игре Сейчас он вылетел, когда я делал каст Меня выкинуло из каста Я не знаю, зачем Не из каста, а из реплея Я не знаю, зачем реплею нужно Чтобы Зачем реплею нужно Соединение с сервером Стима И мы ставим дополнительные генераторы С моим союзником Я чиню своего дредноута У меня на поле боя выходит второй дредноут И этот логмарин до сих пор тут лежит И он Да, у него почти У него практически доделался паверфист И мы выигрываем То есть, мы выигрываем практически в сухую По-моему, мы и выиграем в сухую И да Мистер Казука сделал еще один отряд штурмтруперов с мельтами Первый опыт его ничему не научил И посмотрите Я сейчас активирую Плазменную пушку Ее дополнительную Не дополнительную способность Просто способность плазменной пушки Которая дает ей увеличенную скорострельность Посмотрите, какой урон получают эти огрины Просто посмотрите на это Они растворяются И эти дредноуты с легкостью Добивают этих огринов Плазменная Плазменная винтовка Я назвал ее плазменной пушкой Плазменная винтовка Это замечательное оружие И вы можете увидеть Наши соперники были морально подавлены И они вышли Конечно, мистер Казука потерял всю свою армию Этим шикарным королям бесконечности Нашим дредноутом Ну и что еще ждать? Он явно такого никогда просто не видел Он не знал, что с этим делать Он был потерян И наши соперники были Ну, средними соперниками Которых вы можете встретить на ледере Конечно, ну, они были послабее нас Я не сомневаюсь, что если бы мы играли за наши обычные расы Мы бы их еще быстрее раскатали Но, может и не раскатали бы Очень важный фактор, по-моему, в этом матче Сыграла именно фактор неожиданности Они не знали, что с этим делать Они такого никогда раньше не видели И постарайтесь своих матчах Даже если вы не будете идти в такие сумасшедшие билды Эксплуатировать Находить определенные вариации в своих стандартных билдах И давайте перейдем к второму реплею В Fun of War У меня их всего 4 Остальные 3 будут реплеи моих уважаемых зрителей И на этом все Надеюсь, этот каст вам понравился Надеюсь, что весь спецвыпуск вам понравится Подписывайтесь на мой канал Законите в мою группу в Стиме Распространяйте слово о моем канале по комьюнити Дону Фор 2 Ну и просто другим людям Думаю, этот спецвыпуск будет интереснее Стандартному зрителю, чем мои обычные касты В которых говорится о всякой задротской фигне Которая интересна далеко не всем И на этом все До свидания Субтитры создавал DimaTorzok